Всем привет! Продолжаем играть в Fallout и размышлять. В данном случае, пока на данный момент, я зачитываю книгу, которая называется Высококачественный код Стива МакКоннела. И в предыдущих частях это было тоже, и я иду по очереди глава за главой. Поэтому, чтобы не слушать это все, мои в итоге зачитывания советую вам приобрести эту книгу. Сегодня продолжим говорить о проектировании при конструировании. Это у нас глава 5.2. Ну, в прошлый раз мы начали под конец прошлого видео и сегодня продолжим. И что у нас следующее? Это важность управления сложностью. Но перед этим я загружусь... А, да! Я загружусь. Я вот загрузился, и как вы видите, я, короче, нахожусь на базе. Вот, в прошлый раз я там решил побегать, взять уровень новый там, такое, поубивать где-то мутантов, в Некрополисе, или где-то было, да. Короче, слово за слово, и в результате я оказался здесь на базе. Но я вспомнил, что это база мутантов, и если я тут всех перебью, то игра закончится. А я решил побежать всех и поубивать. Ну, всех это где? Там всяких бандитов. Дальше в собор сбегать, там поубивать. Ну, короче, всех нехороших людей поубивать. Карма у меня, он пока великий герой, общая репутация 44. Да, я взял новый уровень, и в этом новом уровне вот было такое новое умение. Приз. То есть вы, короче, типа дополнительный навык. Я выбрал дополнительный навык легкое оружие. Оно прокачалось, сразу стало 200%, и увеличить его больше нельзя. То есть здесь, я так понимаю, все характеристики максимум 200%. И я там, что я не помню, что я увеличил, науку, по-моему, увеличил, и взлом. Вот. Ну, на эти очки. И сейчас с помощью этого легкого оружия нормально валю. Тем более, у меня вот есть винтовка снайперская. Вообще, вот на этой базе стоял, ну, вот смотрите, я стою, а мутант где-то вот здесь стоит. Я у него стреляю, но есть одиночный мутант, не в группе. Стреляю, он даже не расчехляется, кто в него стреляет, и я вот так и валюю. То есть, неплох, неплохой урон, точность уже. Ну, криты часто проходят. Дальше, дальше, что дальше? Дальше, если вы помните, у меня была такая книжка, похожая на научную, там, какие-то химику надо было отнести. Короче, это, по-моему, в могильнике, там химики есть, я ему отнес, и он закалил мою броню. То есть, эта броня стала немного лучше. Я, правда, не помню, что тут было до, но, короче, она стала лучше. Что еще? Ну, наверное, все. А, я сбегал, братцы, встали, поговорил с ними, убедил их прийти сюда. Короче, они мне дали троих терпил, мы сюда пришли, убили здесь четверых мутантов, я взломал двери, и эти, короче, чувачки из братства, такие, ой, нам надо на базу срочно, и свалили. То есть, я думал, что они мне внутри базы помогут, но они не помогли, они свалили. Надо будет кого-то спросить, что за дела. Вот такое. И сейчас я пойду в собор, устрою там мясо, ну, если, в принципе, они на меня, меня атаковать не будут, то я надену эту мантию и попробую с ними поговорить. Если же будет атаковать, то сразу сходу устроим разборки. Потому что там одни наркоманы и сектанты. Их можно валить. Ну, конечно, под конец игры я вкратце пройдусь по всем этим локациям. Как я говорил в начале о игре, да, там было известно больше, чем 100 убежищ было построено. То есть, в этой игре мы видим только два убежища. В Fallout 2 там намет другие есть убежища. Там в третьем, в четвертом, то есть, в каждом Fallout есть какие-то там свои особенные убежища. Возможно, здесь и упоминались еще какие-то убежища, но это надо внимательно читать. Погружаться в этот мир. Погружаться. Так, ладно, пойду-ка я в собор. Ну, а пока продолжим, да, зачитывать. Итак, важность управления сложностью. Тут есть такая одна хорошая цитатка. Есть два способа разработки проекта приложения. Сделать его настолько простым, чтобы было очевидно, что в нем нет недостатков, или сделать его таким сложным, чтобы в нем не было очевидных недостатков. И эту цитата принадлежит ч.э.р.хор. Может быть, кто-то знает, кто это такой. Итак, программные проекты редко терпят крах по техническим причинам. Чаще всего провал объясняется неадекватной выработкой требований, неудачным планированием или неэффективным управлением. Если же провал обусловлен все-таки преимущественно технической причиной, очень часто ею оказывается неконтролируемая сложность, что разработчики по-настоящему перестали понимать, что же оно делает, то, что получилось. Если работа над проектом достигает момента, после которого уже никто не сможет полностью понять, как изменение одного фрагмента программы повлияет на другие фрагменты программы, процесс прекращается. так, я, наверное, этих мышей перевалю и заодно будем читать. Очередью я могу зацепить нескольких. Нормально. Управление сложностью самый важный технический аспект разработки программного обеспечения. Управление сложностью настолько важно, что оно должно быть главным техническим императивом разработки программного обеспечения. Сложность не новинка в мире разработки программного обеспечения. Один из пионеров информатики Эдгар Дейкстра обращал внимание на то, что компьютерные технологии единственная отрасль, заставляющая человеческий разум охватывать диапазон простирающийся от отдельных битов до нескольких сотен мегабайт информации, что соответствует отношению 1 к 10 в девятой степени или разница в 9 порядков. Это он говорил в 1989 году. Такое гигантское отношение может ошеломить или просто ошеломляет. Дейкстра выразил это так. по сравнению по сравнению с числом семантических уровней средняя математическая теория кажется почти плоской. Создавая потребность в глубоких концептуальных иерархиях, компьютерные технологии бросают нам абсолютно новый интеллектуальный вызов, не имеющий прецедент на истории. Разумеется, за прошедшее с 1989 сложность ПО только выросла и сегодня отношение Дейкстра вполне может характеризоваться 15 порядками. Вот так вот, ребятки. Но это конечно же, но на мой взгляд, не касается всяких недопрограмм. Ну или простых программ там где три кнопочки, четыре картиночки. Ну это понятное дело. Это касается нормальных таких систем полных, функциональных так, сейчас, 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 в которых есть все. Ну то есть там и обработки ошибок, и, короче, все есть. Ну, к примеру, вот игра Fallout. Это в принципе полностью законченный проект. разрабатывался он не один месяц. никто меня не атакует, давайте я надену эту мантию. Не понял, надевай, надевай, сказал. Это мышка глючит. Нихо... А, блин, сюда надо надевать, я туплю. Утро. Утро. Так, Dextra пишет, что ни один человек не обладает интеллектом, способным вместить все детали современной компьютерной программы. Это он писал в 1972 году. Поэтому нам, разработчикам программного обеспечения, не следует пытаться охватить всю программу сразу. Вместо этого мы должны попытаться организовать программы так, чтобы в ней можно было безопасно работать с их отдельными фрагментами по очереди. Целью этого является минимизация объема программы, о котором нужно думать в конкретный момент времени. Можете считать это своеобразным умственным жонглированием. Чем больше умственных шаров программа заставляет поддерживать в воздухе, тем выше вероятность того, что вы уроните один из них и допустите ошибку при проектировании или кодировании. Приветствую, чем что ты продаешь. Ничего особенно... А, он может... Э... он может торговать. И что у него тут есть? Действительно ничего особенного. Но мне было бы хорошо избавиться от этого всего. Сколько оно потянет? 2 400. Один фиг, скоро конец. Все равно у меня уже патрона хватает. Ну, в принципе, да, патронов чеков прикупить можно было. Но... это такое. А, блин, еще в свечение надо слазить. Точно. Поэтому с базой я что свалил, чтобы не закончить игру. Потому что я базу разобью ту мутантов. И игра закончится, потому что основное здание будет выполнено. Так, там закрыто. Слышь, а ты что запомнил? Я переоделся. уже... Ладно, ночью попробую открыть и пробраться. Так, давайте дальше почитаем. На уровне архитектуры программного обеспечения сложность проблемы можно снизить, разделив систему на подсистемы. Несколько несложных фрагментов информации понять проще, чем один сложный. В разбиение сложной проблемы на простые фрагменты и заключается цель всех методик проектирования программного обеспечения. Чем более независимы подсистемы, тем безопаснее сосредоточиться на одном аспекте сложности в конкретный момент времени. Грамотно определенные объекты разделяют аспекты проблемы так, чтобы вы могли решать их по очереди. Пакеты обеспечивают такое же преимущество на более высоком уровне агрегации. Стремление к краткости метода программы помогает снизить нагрузку на интеллект. Этому же способствует написание программы в терминах проблемной области, а не низкоуровневых деталей реализации, а также работа на самом высоком уровне абстракции. Суть сказанного в том, что программисты, компенсирующие изначальное ограничение человеческого ума, пишут более понятные и содержащие меньшее число ошибок под. Так, и вот еще есть одна такая цитатка. Одним из симптомов того, что вы погрязли в чрезмерной сложности, является упрямое применение метода, нерелевантность которого очевидна, по крайней мере, любому внешнему наблюдателю. При этом вы уподобаетесь человеку, который при поломке автомобиля в силу своей некомпетентности не находит ничего лучшего, чем заменить воду в радиаторе и выбросить окурки из пепельниц. И это сказал F.G. F.Lodger Ну, на самом деле, да, если один, второй, третий человек говорят, ну, елки-палки, не делай так, окстись, а ты продолжаешь, то, то, продолжай, что тут говорить. Мы же все художники, мы так видим. Так, сейчас продолжим дальше, сейчас я с этим перетру, что тут и как. Мне нужно было поговорить. Слышишь, ты, кто здесь главный? Так, вряд ли пусть сидит и ночью. А, это вот эти, наверное, меня могут не пустить, я понял. Короче, там где-то какой-то чувак, и мне надо туда. А меня туда эти дети ночи пускать не хотят. Не, ну, там по-любому был вход, я когда-то как-то туда входил. Но, ну, по-мирному тут много решений одной и той же проблемы. По-мирному ходил, а по-немирному проще всего. Так, сейчас гляну, тут вроде больше ходов, да, ниоткуда нету. значить, значит, значит, я попробую дождаться ночью взломать до полуночи. Ну, хотя они меня сейчас попалят, что я пытаюсь взломать, но мне это все равно. Правильно. значит, будем их убивать. До следующего уровня, сколько у нас тут? Еще 6000, 5000, короче, 5000 с чем-то. Не удается. так, как бороться со сложностью? О, нормально, никто ничего не попалил, дебила. Ну, у них мозги отуманены наркотой всякой, поэтому они не могу отдыхать, как так? Как так-то? Я понял, я хочу вниз спуститься, сейчас ребятки, я вниз спущусь. Где тут? Вот это? Ну, до утра, потому что ночью ходить что-то мне не по приколу. Ну, мало что видно. Так, два часа, во, и теперь пойдем. Там еще второй этаж оказывается есть, смотрите, это раз этаж, и вон еще есть. Ух ты, дети ночи, какие-то прозрачные, чуваки, ничего себе. Мы же тут, ты хочешь убить меня? Хрен его знает. Так, сейчас я сюда попробую, если сейчас начнется замес, то так, ну, все. это выделалось, надо было сохранять. Ладно. Итак, я сейчас со старта туда зайду и начну всех валить. Итак, как бороться со сложностью? Чаще всего причинами неэффективности являются следующее. Сложное решение простой проблемы. простое, но неверное решение сложной проблемы. Неадекватное сложное решение сложной проблемы. Как указал Дейксра, сложность современного программного обеспечения обусловлена самой его природой, поэтому, как бы вы ни старались, вы все равно столкнетесь со сложностью, присущей самой проблеме реального мира. Исходя из этого, можно предположить двойственный подход к управлению сложностью. Старайтесь свести к минимуму объем существующей сложности, с которым придется работать в каждый конкретный момент времени. Сдерживайте необязательный рост несуществующей, точнее, несущественной сложности. Как только вы поймете, что все остальные технические цели разработки программного обеспечения вторичны по отношению к управлению сложностью, многие принципы проектирования окажутся простыми. Так, желательные характеристики проекта. Высококачественные проекты программ имеют несколько общих характеристик. Если вы сумеете достичь всех этих целей, ваш проект на самом деле будет очень хорош. Некоторые цели противоречат другим, но это и есть одна из задач проектирования объединения конкурирующих целей в удачном наборе компромиссов. Некоторые аспекты качества проекта надежность производительность и тому подобное описывают и качество программы тогда как другие являются внутренними характеристиками проекта. И вот список таких внутренних характеристик проекта. я передумал давайте я сбегаю в свечение я сейчас в свечение там попробую еще раз полазить у меня в принципе он броня есть улучшенная куча этого антиродина всякого то я там положу вдруг я там что-то найду какую-нибудь ну не знаю не знаю что-то найду вот такое что-то вот такое броню лучше я вряд ли найду потому что это уже закаленная броня это одна из самых крутых броней братства но может оружие какое-то хотя у меня как бы энерго не прокачано а там если я найду то какое-то энерго ну посмотрим так желательные характеристики проекта минимальная сложность в силу того в силу только что описанных причин главной целью проекта должна быть минимизация сложности избегайте создания хитроумных проектов как правило их трудно понять вместо этого создавайте простые и понятные проекты если при работе над отдельным фрагментом программы проект не позволяет безопасно игнорировать большинство остальных фрагментов он неудачен а вы неудачник ну шутка на самом деле все бывает так далее простота сопровождения проектируя приложение не забывайте о программистах которые будут его сопровождать которые будут его сопровождать постоянно представляйте себе вопросы которые будут возникать у них при взгляде на создаваемый вами код думайте о таких программистах как о своей аудитории и проектируйте систему так чтобы ее работа была очевидной так следующая характеристика это слабое сопряжение слабое сопряжение предполагает сведение к минимуму числа соединений между различными частями программы так я и а тут нельзя сохраняться блин не можно я так вот зайду и сохранюсь потому что вдруг вдруг все-таки эта радиация мне сделает плохо для проектирования классов с минимальным числом взаимосвязей используйте принципы адекватной абстракции интерфейса инкапсуляцию и сокрытие информации это позволит максимально облегчить интеграцию тестирования и сопровождения программы так далее дальше у нас идет расширяемость расширяемость расширяемостью системы называют свойства позволяющие улучшать систему не нарушая ее основной структуры изменение одного фрагмента не должно влиять на ее другие фрагменты вынесение наиболее вероятных изменений должны требовать наименьших усилий так и мне надо закинуться 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 по моему вот это рад x до облучения до облучения а я уже облучился ну ладно вы получили собрать а оно может вызывать а не нормально вы получили 8 ну ладно и так и так и так тут вот эту фигню когда надо включить так что у нас дальше у нас дальше идет возможность повторного использования проектируете систему так так чтобы ее можно было повторно использовать в других системах дальше следующая характеристика это высокий коэффициент объединения по входу при высоком коэффициенте объединения по входу к конкретному классу обращается большое число большое число других классов это значит что система предусматривает интенсивное использование вспомогательных низко уровневых классов далее низкий или средний коэффициент разветвления по выходу это означает что конкретный класс общается обращается к малому или среднему числу других классов высокий коэффициент разделения по выходу более 7 говорит о том что класс использует большое число других классов и возможно слишком сложный ученые обнаружили что низкий коэффициент разветвления по выходу выгоден как в случае вызова методов из метода так и в случае вызова методов из класса соответственно нужно стараться чтобы ну в идеале был низкий ну или средний уже коэффициент разветвлений по выходу то есть я думаю поняли да так 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 что у нас тут управление ну резервное включено а ну-ка основной перезапуск основного не хочет аварийный отключать нам не надо ну так этот я включил а как же тут больше ни один компьютер не работает все вроде сломаны вроде блин а я не помню тут по-моему надо было науку неплохо прокачать по-моему вроде здесь компьютера больше нет вот смотри я подхожу пытаюсь открыть а оно нифига попробую электронную отмычку да блин нет не вряд ли электронная отмычка а не смотри я открыл да я то открыл только зайти не могу может надо не это фигня короче двери то я взломал но но ничего сделать не могу а лифт есть и он должен работать а если я сейчас отключу ну вот это это не рабочий компьютер тут работает только вот это что если я сейчас аварийный отключу вот отключил лифт стопудово не работает ну погнали итак пока я бегу давайте о следующих характеристиках портируемость проектируйте систему так чтобы ее можно было легко адаптировать к другой среде далее минимальная но полная функциональность этот аспект подразумевает отсутствие в системе лишних частей Вольтер говорит или Вольтер наверное Вольтер говорил что книга не наверное Вольтер что книга закончена не тогда когда в нее нечего добавить а когда из нее ничего нельзя выбросить при разработке программного обеспечения это верно вдвойне потому что дополнительный код необходимо разработать проанализировать протестировать а также пересматривать при изменении других факторов Кроме того, в будущих версиях приложения придется поддерживать обратную совместимость с дополнительным кодом. Опасайтесь вопроса, эту функцию реализовать легко. Почему бы этого не сделать? Дальше, стратификация. Под стратификацией понимают разделение уровней декомпозиции. Система, позволяющая изучить систему на любом отдельном уровне. Так, на любом отдельном уровне. И получать при этом согласованное представление. Проектируйте систему так, чтобы ее можно было изучать на отдельных уровнях, игнорируя другие уровни. Например, если вы создаете современную систему, которая должна использовать большой объем старого, плохо спроектированного кода. Напишите уровень, отвечающий за взаимодействие со старым кодом. Спроектируйте этот уровень так, чтобы он скрывал плохое качество старого кода. Предоставляя более новым уровням согласованный набор сервисов. Пусть остальные части системы работают с этими классами вместо старого кода. Такой подход сулит два преимущества. Первый, он изолирует плохой код. И второй, если вы когда-нибудь решите выбрать старый код или выполнить его рефакторинг, вам не придется изменять новый код. За исключением промежуточного уровня. Так, блин, ну как, как? Это же было не сложно, это все. Ну, я имею ввиду вот здесь. Ну, может где-то было написано как, или, короче, я уже не помню. Вы, если кто-то будет играть, то внимательно это все делайте. Ну, наука тут в любом случае нужна была. А дальше, как бы, особо ничего сложного здесь не было. А, вон ящичек. Сейчас бегаю еще ящичек, гляну. Попробую этот пропуск. Все-таки на лифте использовать. Что это такое? Карта доступа. Ну, я-то двери взломал без карты доступа. Так, вот ящичек. Не, ружьишко. Ружьишко мне не надо. Ладно, если не получится, иду в собор и начинаю там валить. Всех. Этих детей ночи, они такие полупрозрачные. Кстати, по-моему, было что-то. Что-то надо было вколоть. По-моему, вот эту штуку. По-моему. Или другую. Ну, там, короче, можно было, типа, тоже стать таким полупрозрачным. Не могу. А ну-ка, этим. О, доступ получен. Нормально. Все было легко и просто. На самом деле. Надо было просто брать и пользоваться этой карточкой. Так, где у меня тут сопротивляемость радиации? Давайте я, наверное, еще вот это закинусь. Сохраню. Там, по-моему, еще другие уровни будут, для которых нужны другие карточки. Но это сейчас все найдем. Во! Вот компьютер у нас стоит рабочий. Что у нас тут? Управление энерго... Основной источник питания. Перезапуск. Ошибка. Ну и нафиг. Нафиг так нафиг. А, возможно, да. Возможно, там как-то было, что надо было отключать. Потому что питание отключаешь, и роботы не ездят. Питание отключаешь, роботы начинают ездить. Но так как у меня, в принципе, нормально прокачано у меня стрелять, то мне на роботов как-то плевать. Вон они лежат. Они, по-моему, начнут ездить, если основной источник питания. Я вроде сохранился, поэтому попробуем промазал. Да ладно. Выглядит раненым. Лучше их сейчас перевалить, потому что, возможно, я потом что-то там включу, и они оживут, и это будет проблемка. Так, ладно, ну пока я их буду так вот валить. Продолжаем. Итак, следующая характеристика, это соответствие стандартным методикам. Чем экзотичнее система, тем сложнее будет другим программистам понять ее. Попытайтесь придать всей системе привычный для разработчика облик, применяя стандартные популярные подходы. Ну и что у нас тут дальше? У нас тут дальше уровни. Уровни проектирования. Проектирование программной системы требует нескольких уровней детальности. Некоторые методы проектирования используются на всех уровнях, а другие только на одном-двух. Ну, в целом, в целом, пять уровней, ну, в общем, да, есть при проектировании. Первый уровень, это у нас программная среда. Второй уровень, это разделение системы на подсистемы, пакеты, библиотеки. Третий уровень, разделение этих пакетов, библиотек, на классы. Четвертый уровень, разделение классов на данные и методы, методы, функции. И пятый уровень, это уже проектирование непосредственно самих методов. Итак, первый уровень, как я сказал, это программная система. Первому уровню проектирования соответствует вся система. Некоторые программисты с системного уровня сразу переходят к проектированию классов. Но обычно целесообразно подумать, обдумать более высокоуровневые комбинации классов, такие как подсистемы, пакеты. Следующий уровень, следующий уровень, это у нас разделение, второй уровень разделения системы на подсистему или пакеты. Главный результат проектирования на этом уровне определение основных подсистем. Подсистемы могут быть довольно крупными, такими как модуль работы с базами данных, модули UI, модули бизнес правил или создание отчетов, интерпретатор команд и так далее и тому подобное. Суть проектирования на данном уровне заключается в разделении программ на основные подсистемы и определении взаимодействий между подсистемами. Обычно этот уровень нужен при работе над любыми проектами, требующими более нескольких недель. При проектировании отдельных подсистем можно применять разные подходы. Выбирайте тот, который кажется вам оптимальным на каждом конкретном случае. Так, сейчас я уже у кого-то тут патрончики, нету-ка оружия. Сохранюсь-ка я. Облучение. А какой уровень у меня облучения? Я понял, надо, надо. Ладно, снимем-ка облучение. О! Так, особенно важный аспект этого уровня определение правил взаимодействия подсистем. Если все подсистемы могут взаимодействовать, выгода их разделения исчезает. Подчеркивайте суть подсистем, ограничивая их взаимодействие между собой. Так, 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 идем дальше. Итак. При взаимодействии систем друг с другом у нас появляются несколько вопросов. В скольких разных частях системы нужно хоть немного разбираться разработчику, желающему изменить какой-то аспект подсистемы графических, к примеру, операций. То есть, к примеру, вот здесь тут нарисована, ну, схематически нарисована какая-то там программа, в которой есть шесть подсистем. И первая система, это пользовательский интерфейс. Вторая, графические операции. Третья, подсистемы хранения данных. Четвертая, классы уровня приложений. Пятая, подсистема бизнес-правил. И шестая, инструменты уровня предприятий. И вот. И при таком разделении вот этот вопрос, да, в скольких разных частях системы нужно хоть немного разбираться разработчику, желающему изменить какой-то аспект подсистемы графических операций. Следующий вопрос. Что будет, если вы попытаетесь задействовать данный модуль бизнес-правил в другой системе? Что будет, если вы захотите включить в систему новый пользовательский интерфейс? Например, интерфейс с командной строкой, удобный для проведения тестирования. Что произойдет, если вы захотите перенести модуль хранения данных на удаленный компьютер? То есть, идея в том, чтобы были минимальные взаимосвязи между системами. Ну, по минимуму. Потому что, довольно часто приходится менять модули. А этот модуль тянут изменения... Там эти модули изменяемые тянут изменения в других модулях и в результате... В результате... Получается все очень сложно. Так, вроде тут ничего нет. Ладно, идем дальше. Так, при должной предусмотрительности все эти вопросы можно решить проделав немного дополнительной работы. То есть, реализовать нужно коммуникацию между подсистемами на основе принципа необходимого знания. То есть, именно необходимого знания. Реализуйте коммуникацию между подсистемами на основе, повторяюсь, и пусть этот принцип будет действительно необходимым. То есть, вот эти знания. То есть, к примеру, пользовательский интерфейс. Ему необходимые знания это какие? Это графические операции. Дальше. Классы уровня приложений. И инструменты уровня предприятий. Все. У него, ему больше, ему не нужно знать о подсистемах хранения данных, о подсистеме бизнес-правил. То есть, это ему не нужно. Графическим операциям вообще ни о чем знать не надо. Графические операции это отдельная графическая операция, с помощью которых, ну, мы выполняем графические операции. А пользовательский интерфейс зависит от этих графических операций. Вот и все. То есть, по системе бизнес-правил или по системе хранения данных абсолютно не нужно знать о этих графических операциях. Или, к примеру, подсистема хранения данных. Она абсолютно не должна знать о пользовательском интерфейсе. Она, по идее, должна знать о классах уровня приложений и все. Так, я понял. Надо красный. Не понял. А что такое? Желтый, наверное. На треть. Так, чтобы соединения подсистем были понятными и легкими в сопровождении, старайтесь поддерживать простоту. Так, еще раз. Нельзя. Старайтесь поддерживать простоту отношений между подсистемами. Самым простым отношением является то, при котором одна подсистема вызывает методы другой. Более сложное отношение имеет место, когда одна подсистема содержит классы другой. Самое сложное отношение. Наследование классов одной подсистемы от классов другой. От классов другой. Так, вот у нас новое. Кстати, сколько у меня опыта. О, нормально. Сейчас перевалим этих роботов. Потому что, чую я, я не помню, но мне кажется, что под конец там все включится и назад я буду пробиваться с боем. А так я их сейчас всех сразу перевалю. Так, придерживайтесь одного разумного правила. Диаграмма системного уровня должна быть ациклическим графом. Иначе говоря, программа не должна содержать циклических отношений, при которых класс А использует класс Б, класс Б использует класс С, а класс С использует класс А. То есть, поняли, да? Никаких циклических отношений. И тогда будет вам счастье. И, возможно, прибавка к заработной плате. Или, если это ваш собственный проект, скорейшее его завершение. Ну, и все такое. Так, при работе над крупными программами и программными комплексами проектирование на уровне подсистем просто необходимо. Если вам кажется, что ваша программа достаточно мала, чтобы проектирование на уровне подсистем можно было бы пропустить, хотя бы примите этот вопрос сознательно. То есть, вам кажется, что такого проектирования не нужно на уровне подсистем. Вы сели честно для себя, сказали, да, не нужно. и честно для себя вы как бы этот этап прошли. То есть, приняли решение осознанно и вроде все честно. так, идем дальше. Итак, какие часто используемые есть подсистемы? Это у нас первая подсистема подсистема бизнес-правил. Бизнес-правилами называют законы, директивы, политики и процедуры, реализуемые в компьютерной системе. Например, в случае системы расчета заработной платы бизнес-правила могли бы быть директивы налогового управления. Определяющая разнообразные виды налогов. Дополнительным источником правил могло бы быть соглашение с профсоюзом, регламентирующее оплату сверхурочной работы, отпуска и тому подобное. При создании программ для агентства по страхованию автомобилей правила могут быть основаны на соответствующих государственных законах. Так, дальше. Дальше это у нас подсистема пользовательского интерфейса. Изоляция компонентов пользовательского интерфейса в отдельной подсистеме позволяет изменять его, не влияя на остальную часть программы. Как правило, подсистема пользовательского интерфейса включает несколько подчиненных подсистем или классов, отвечающих за UI, интерфейс командной строки, работу с меню, управление окнами, справочную систему и так далее. Так, мне вот эти патрончики надо и вроде бы все. Так, вот это я выкинул. Оно занимает, оно мне в принципе уже это все уже в принципе не надо. Продать в случае чего есть, что так, я тут ничего не вижу, ладно, я побегу на следующий уровень, вы если кто будет играть, то тут надо пошариться основательно, потому что где-то может кто-то прилечь вечным сном, а у него что-то может быть полезное. Так, сюда по-любому красную карточку, ну да. Так, и что, ого, тут еще четвертый, шестой, а где пятый кстати, пятого-то нету. да, работы и работы. Не понял, а что те желтые вы видели? А, уже все. Так, вот система доступа к базе данных. Вы можете скрыть реализацию доступа к базе данных, чтобы большая часть программы не нуждалась в знании грязных подробностей операции над низкоуровневыми структурами. И эта часть программы могла работать с данными в терминах бизнес проблем. Подсистемы скрывающие реализации детали реализации обеспечивают важный уровень абстракции, снижающий сложность программы. Они концентрируют операции над базами данных в одном месте и снижают вероятность ошибки ошибок при работе с данными. А также позволяют легко изменять структуру баз данных без изменения большей части программы. Ага, вот это походу на пятый уровень. Так, но я сначала наверное на шестой съезжу все-таки. Так, там все сделаю, а потом поеду на пятый. А потом надо валить отсюда. так, короче, я тут лазить не буду. О, о, смотрите. Вот это компьютер, я понял. Я его сейчас походу если его починю, то. То все отремонтируется. Это все читать надо, я читать не буду. так, выход электроинформации об исследованиях. Тут можно почитать, что такое вот это вирус, что такое то, что такое все. Короче, тут много всего. Сведения о сотрудниках. Ого. Скопировать силовая броня, скопировать в Ре, скопировать в Пип-Бой. И тут по-моему его можно отремонтировать. По-моему, если я не ошибаюсь. Но ремонт у меня вот такой. 73. Вы не можете. Короче, это надо внимательно быть, но насколько я помню, вроде бы это всю ерунду можно отремонтировать. Отремонтировать. Потом включится основное питание. Давайте сделаем вот так вот. об этой установке еще раз в шахматы. Блин. Я думаю, если я в него выиграю, то так, аварийное. Если я отключу сейчас аварийный, дальше. и какой я включил, что-то это главное меняю, электропитание. Резервный, ну ладно, нафиг. Короче, это можно, насколько я помню, что-то здесь было отремонтировать. В результате включается основной источник питания, оживают все роботы и ты с этими роботами валишься. Ладно, иду я на шестой уровень тут лазить. Уже, 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 уже почти час пишется это все. Надо еще кое-чего почитать. Так, базы данных есть. Дальше. Подсистема изоляции в зависимости от операционной системы. Очень важно, кстати. В зависимости от операционной системы следует следует изолировать в подсистеме по той же причине, что и зависимость от оборудования. что зависимость от оборудования. Если, например, вы разрабатываете программу для Microsoft Windows, зачем ограничивать себя средой Windows? Изолируйте вызовы Windows в специализированной интерфейсной подсистеме. и если вам позднее захочется перенести программу на платформу Mac OS или Linux, то придется изменить только эту подсистему. Интерфейсная подсистема может быть слишком крупной, чтобы вы могли реализовать ее самостоятельно. Однако, такие подсистемы уже разработаны и включены в несколько коммерческих библиотек. так, перезарядимся. дальше у нас третий уровень там был. Третий уровень это разделение подсистемно-классы. О, уже еще почти тысяча и будет новый уровень. Так, разделение подсистемно-классы. Этот уровень проектирования предполагает определение всех классов системы. подсистема доступа к базам данных может быть далее разделена на классы доступа к данным и классы хранения данным, а также мета данные базы данных. Кроме того, на этом уровне следует определить детали взаимодействия каждого класса с остальными элементами системы, особенно интерфейса класса WoBlaster. В целом сутью проектирования на данном уровне является декомпозиция подсистем до такого уровня детальности который позволит реализовать части подсистем в форме отдельных классов. Разделение подсистемы подсистем на классы обычно требуется во всех проектах на реализацию которых уйдет более нескольких дней. В крупных проектах необходимо и второй и третий уровни проектирования. при работе над совсем небольшим проектом второй уровень проектирования можно пропустить. Классы и объекты дальше идет по книге что это что тут написано классы и объекты один из важнейших аспектов объектно-ориентированного проектирования это различия между объектами и классами объект это любая конкретная динамическая сущность имеющая конкретное значение и атрибуты и существующая в период выполнения программы класс это статическая сущность с которой вы имеете дело просматривая листинг программы например вы можете объявить класс person имеющий такие атрибуты как фамилия возраст пол и тому подобное в период выполнения вы будете работать с объектами ну тут разные имена типа Вася Петя Сережа Диана и тому подобное иначе говоря со специфическими экземплярами класса если вы знакомы с терминологией баз данных различия между классом и объектом аналогично различию между схемой и экземпляром класс можно рассматривать как форму для выпечки булочек а объекты как сами булочки вот так вот вот это походу еще надо попробовать отремонтировать генераторы выключены о вот я отремонтировал генераторы ах ребятки сейчас ладно включим включим основной источник питания есть вот по идее радиация сейчас должна спасть так новый уровень новый уровень как вы видите легкое оружие я уже прокачать не могу максимально что нам прокачать энерго оружия смысла нету просто ну я не наберу уже столько уровня у меня 13 уровень мне хотя бы 14 и то вряд ли но поэтому 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 даже не знаю холодная руль да нафиг ловушки наука ремонт может быть науку может быть до 100 вот так 90 будет наука а зачем мне это все надо я же сейчас буду уже идти и убивать может вот это натуралист я особо никогда не качал давайте натуралист прокачаем может что-то интересное будем встречать по пути вот так давайте науку я уберу где тут наука не пусть будет мало еще на той базе мутантов надо будет взламывать какие-то эти так вот я включил основное ну теперь полегче все видно и так давайте бы уже час пишем нам надо бы дальше еще закончить чуть-чуть этот подглаву или раздел так следующий уровень четвертый это у нас разделение классов на методы данный уровень проектирования заключается в разделении каждого класса на методы некоторые методы уже будут определены на уровне 3 это ничего не даст как ничего не даст как походу мне надо найти какую-то новую карточку потому что вот да блин ладно вот мне надо доступ найти ладно так некоторые методы уже будут определены на уровне 3 при проектировании интерфейсов классов на уровне 4 вы сможете детально определить закрытые методы классов при этом многие методы окажутся простыми тогда как другие будут включать иерархии методов и потребуют дополнительного проектирования полное определение методов класса часто позволяет лучше понять его интерфейс что может подтолкнуть к соответствующему так где тут блин потеря что может подтолкнуть к соответствующему изменению интерфейса то есть к возвращению уровня 3 четвертый уровень декомпозиции и проектирование часто оставляет отдельным программистам и необходим в любом проекте требующим более нескольких часов формально выполнять этот этап не обязательно но хотя бы про себя выполнить его нужно что-то я тут не вижу где же мне найти этот но еще уровень доступ доступ не надо этих я уже обшарил ящичков здесь я не вижу сейчас я спущусь на тот другой лифт ну блин на пятый уровень может где-то там есть а может у роботов есть кстати итак пятый уровень пятый уровень это самый последний это проектирование методов нету на этом уровне проектирование заключается в детальном так это шестой четвертый на этом уровне заключается в детальном определении функциональности отдельных методов за что обычно отвечают отдельные программисты работающие над конкретными методами данный уровень может включать такие действия как написание псевдокода поиск алгоритмов в книгах размышления над оптимизацией точнее над оптимальной организацией фрагментов метода и написание кода этот уровень проектирования выполняется во всех случаях но не всегда осознанно и не всегда качественно так ну на сегодня все в следующем видео ну все по поводу размышлений так сказать в следующем видео продолжим и это будут у нас компоненты проектирования то есть эвристические принципы при проектировании и так а здесь мне мне сейчас я быстренько ну если уже все то все а я сейчас запись пока не буду отключать я сейчас попробую пробежаться быстренько может я найду где-то этот ключ ключ доступа тут сейчас он все светло ну эту карточку главное меню о отключить роботов-охранников доступ запрещен ты че творишь нету ну вот доступ не хочет да электропитание отключить основное не надо система безопасна отключи роботов команда о команда выполнена есть я роботов отключил но они то все равно мертвые все вот если бы еще двери мне пооткрывать а может быть с этой системой отключаются защита на этих так это что у нас компьютер компьютер я тут а вон еще ящички сейчас еще сбегаю в эти ящички потому что скорее всего мне надо еще один этот карта доступа и возможно она может лежать видите какие-то исследования проводили столы вон такие эти резервуары там чужие чужих точно это база чужих эти мудаки походу использовали эту базу и они споймали парочку чужих и вот выращивали их в этих скорее всего да блин мне бы карточку где-то найти о вот она вот круто ее не могу взять да вы что что это электроника ладно давайте-ка я прочитаю так вот это прочитаю и вот это прочитаю а теперь заберу ка эту карточку вот и теперь ка я ее положу вот сюда кстати да прочитаю книжек уже в целом немало прочитал и тут нормально у меня подняты уже характеристики у этих у братства стали я там попроводил операции поподымал вот эти характеристики там осталось только поднять это по-моему восприятие у меня уже денег не было как вы помните один наркоман цыган наркоман цыганка выманила у меня заговорила или заговорил меня и выманил все мое бабло мразь я его кстати забыл кто это был но надо вспомнить и пойти убить все селение ну потому что по-любому все такие же так поле отключено сейчас робота я отключил вот пятый уровень мне как раз надо было сюда вот робота я отключил я их конечно сейчас перебью всех но но чтобы опыт получить но 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 думаю все короче на сегодня что вас тут задерживать поэтому всем спасибо за внимание подписываемся ставим лайки комментируем и все такое всем пока